Сами видеокадры увидят не все, они слишком страшные, на них невозможно смотреть. Но в историю уже навсегда вошла вот эта фотография. Мужчина стоит в лесу, сигаретой во рту, его поза и лицо выражают спокойствие, он военнопленный. Через две секунды прозвучит команда «Снимай», и он скажет таким же спокойным голосом «Слава Украине!». В ответ прозвучит «Сдохни, сука!», и он будет моментально убит автоматной очередью. Этот зверский хладнокровный расстрел безоружного пленного станет еще одним эпизодом на трибунале, который будет расследовать военные преступления российской армии в Украине. А именем этого человека в украинских городах будут названы улицы, ему будут воздвигнуты памятники, будут посвящены страницы в школьных учебниках. Кто он? Расследование продолжается. Сначала в ВСУ называли одно имя, военнослужащий Тимофей Шадура, который пропал без вести под Бахмутом. Но затем был сделан другой вывод, это боец Черниговской территориальной обороны Александр Мациевский. Вот фрагмент заявления 119-й бригады терробороны Черниговской области. Мы до конца не знаем подробности того боя. Неизвестно, кто и как погиб, неизвестно, как Александр попал в плен. Свидетелей, к сожалению, не осталось. Все погибли или пропали без вести. Относительно видео. Мать Александра, его сын Михаил и военнослужащие его подразделения узнали Александра на этих кадрах. Это нарушение Женевских конвенций. А еще это подлость и их страх. Поскольку даже в таком положении наш воин не боялся их и сказал слава Украине. На эти кадры очень больно смотреть. Но они не вызывают у украинцев страха. Нет. Нация становится еще более решительной в стремлении уничтожить всех врагов и освободить нашу землю. А у меня в прямом эфире по скайпу из Киева адвокат Юрий Белаус, который занимается сбором доказательств военных преступлений российской армии в Украине. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Юрий, ну вот этот страшный, чудовищный случай, понятно, что к нему теперь будет приковано долго всегда, наверное, особое внимание. Потому что этот случай, он стал символом, если угодно, сразу многих разных вещей. Ну, в общем, он символизирует много чего. Как вы видите ли вы перспективу суда в этом конкретном случае, в этом конкретном эпизоде с конкретными обвиняемыми и с конкретным вынесением приговора? Я первое, что хотел бы сказать, это то, что вряд ли этот случай был таким вот символом для нас в Украине. Для нас в Украине уже давным-давно все понятно. И здесь мы не только говорим о Буче и Мариуполе в целом, а о ситуации, когда вот где ступала нога российского солдата и где люди с ними сталкивались. Это что касается там этапа до осени, а потом, когда уже полностью вся страна столкнулась с ракетными обстрелами. Вчера, допустим, ночью, да, 81 ракета. Сейчас мы, кстати, за минут 10 до начала эфира. Да, сейчас были новости, что сейчас снова воздушная тревога, да? Не, она сейчас закончилась. Сейчас закончилась 10 минут назад. Поэтому этот расстрел нашего солдата, который находился без оружия, который никакой угрозы никому не нес, он, возможно, стал каким-то уже дополнительным таким очень красноречивым символом того, как относится российский солдат к украинскому гражданину, к человеку в Украине. Возможно, это в России на кого-то подействовало хоть как-то, и, возможно, это подействовало, ну, точно подействовало на представителей, на людей, политиков, государственных деятелей в других странах. Что касается самого суда, да, конечно, я считаю, что есть перспектива того, чтобы найти тех людей, которые расстреляли нашего украинского солдата, осудить их, потому что это жесткое и конкретное военное преступление, очевидное военное преступление, человек находился полностью под властью тех солдат, которые были рядом с ним, он не нес никакой угрозы, у него не было ни оружия, он никаким образом не пытался продолжить бой или вступить в бой, то есть он не действовал вероломно, да, о чем говорят нам правила войны, международное гуманитарное право, он не пытался сбежать, он был безоружным, курил сигарету, никакой угрозы никому не нес и был расстрелян. Поэтому, конечно, это военное преступление, его совершили люди, а любых людей можно найти, тем более сегодня, когда у нас есть такое большое количество способов так или иначе вычислять людей, которые солдаты российские, которые там или в другом месте находились, и этих людей, которые застрелили нашего солдата, их можно вычислить. Более того, там же, из того, что мы видим, там не один человек. Да, там несколько автоматных очередей на самом деле. Да, да, да. Один из них произносит слова, да, немного, но он говорит некоторые слова с помощью... Есть сегодня программа, есть способы, как верифицировать голос человека с конкретным человеком, нужно получить доступ к этому человеку. Уверен, что те люди, если они оттуда вышли живыми, то уверен абсолютно, что то, что они сделали, было предметом хвастовства среди таких же, как и они, солдат российской армии. Потому что, ну, для них это вот так вот, это же как бы почетно, это так вот. Смотрите, какие мы дерзкие, смотрите, какие мы жесткие, жестокие. Вот он нам сказал это слово, которое почему-то вызывает у них дрожь, хотя к ним отношения не имеет никакого прямого. И вот мы что с ним сделали. Поэтому это знают люди, это сделали люди, застрелили нашего солдата. Эти люди находились в Украине, находились в каком-то конкретном месте. И нашим органам известно, так или иначе, какие части находятся в том или ином месте нашего государства, оккупированной части нашей территории. Известны списки очень часто людей, которые служат в этих частях. Мы берем военнопленных, которые, да, они военнопленные, их нужно менять, мы их меняем, их нужно вернуть, когда закончится война, активные боевые действия. Но этих же военнопленных можно судить за военные преступления, если они таковые совершали. И наше государство уточняет, скажем так, эту информацию о том, конкретный военнопленный совершал военное преступление или нет. Вот с помощью этих законных, подчеркиваю, методов мы получим информацию, тем более о таком кричащем нарушении правил войны. И я бы сказал, акте, такое геноцидальном акте. Потому что здесь можно просмотреть общую картину. Потому что вот он же что говорит? Он же не достал пистолет, не достал автомат или гранату, не бросился на них, даже безоружный. Он сказал слова «Слава Украине!» и его убивают. Поэтому это вот такой индикатор того, индикатор восприятия солдатами российской армии, ну, украинцев в целом. Потому что, когда мы говорим уже в общем о военных преступлениях, то на войне есть законные и незаконные цели, да? Есть правила войны, правила ведения войны и вопросы права на войну. Когда мы говорим о ведении войны, то внутри страны, когда российская армия поняла в целом, что здесь их никто не ждет, вот, собственно, это и началось. Поэтому каждый украинец это мишень, каждый украинец это враг, ну, а эти ракетные обстрелы это вообще отдельная категория, отдельная история того, что происходит. Одна задача это, ну, вот, вычислить, идентифицировать конкретных военных преступников, которые совершили имена, фамилии, узнать, понять, кто это. Может быть, такие возможности есть, может быть, это будет сделано. Другая задача это организация и проведение судебного процесса по этому поводу. И тут я хочу спросить, в какой стадии вы видите вообще подготовку этих судебных процессов? Это же не один судебный процесс, это много судов, которые будут объединены, как я понимаю, под шапкой Международного уголовного суда, который, как вот мы видели новости, уже открыл свой офис в Украине. И что это значит? И когда эти первые судебные процессы начнутся над теми, кто совершал военные преступления? Речь идет об этом. Ну, судебные процессы над военными преступниками из России в Украине уже начались. Первый приговор был в мае. Сегодня у нас уже состоянием на начало марта несколько десятков приговоров. Часть из них заочная, потому что нет доступа к российским солдатам. Часть из них очная. То есть российские солдаты, граждане России сидели на скамье подсудимых и имели там право защищаться. И, конечно, использовали это право, потому что это наша обязанность давать им возможность защищаться и иметь право реализовывать, вернее, свое право на справедливый судебный процесс. Поэтому судебные процессы идут, расследования идут. Подозрения – это в Украине форма, когда человек подозревает в совершении уголовного преступления, ему орган следствия вручает подозрение в совершении уголовного преступления. В нашей ситуации у нас несколько сотен, 292 по последней статистике подозрения выдано в совершении военных преступлений. Дальше будут также открываться судебные процессы по этим людям. И в целом постоянно работа ведется. То есть это мы не говорим о том, что расследование военных преступлений… Это прокуратура Украины, да? Это просто внутренняя судебная система. Я имею в виду, что мы не говорим, что это будет вот когда-то. Мы сейчас сидим, 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 что-то когда-то будет. Нет, это происходит сейчас в режиме реального времени. Но такое большое количество преступлений, потому что я уверен, что эта цифра не отвечает тому, что действительно происходит на месте, потому что порой на одной улице можно сосчитать, просто сидеть и там зарыться на месяц. Просто с фиксацией, с первичным сбором доказательств. И все это в будущем, это в первую очередь, это вообще по правилам. Это задача нашего государства. Шапка уголовного суда международного в ГАГе – это хорошо, но они возьмут выборочно какие-то дела по каким-то высшим более чинам, по плану, по политике о совершении преступлений против человечности, военных преступлений. Вот они возьмут самое серьезное и против самых высокопоставленных, скажем так, лиц армии военно-политических в Российской Федерации. То есть они за нас в Украине эту проблему не решат. И они на себя все это не вызвалят. Это мы будем все расследовать, и мы будем проводить эти судебные процессы. Они уже идут. Наши следователи, прокуроры ездят, обучаются с международными партнерами в разные государства ездят. Это мне лично известно, я с ними, так как человек, который собирает информацию, предоставляет им, конечно, имею какое-то общение. Они постоянно ездят, учатся к стандартам того, что такое правило войны, международное гуманитарное право, как правильно расследовать. Потому что мы же тут не можем так с кондачка, раз-раз-раз осудил, раз-раз-раз осудил. У нас бы в таком случае уже 20 тысяч приговоров было. Но нет, тут нужно все делать правильно, по процедуре. Поэтому прокуроров, следователей учат. Нужно также проходить такую подготовку и судьям, безусловно, чтобы мы обеспечивали такие обоснованные приговоры. Вот это важно. Поэтому работа ведется постоянно. А то, что Международный уголовный суд здесь работает, да, они здесь работают, они в Киеве открывают свое представительство, потому что нужно-то здесь работать, а не в ГААДе только, потому что нужно здесь работать с людьми, работать с вещественными доказательствами, взаимодействовать с нашей прокуратурой, потому что без этого Международный уголовный суд работать не будет. И я с ними тоже на связи. Мы имеем общение, имеем контакт. Они получают мою информацию, мои материалы по военным преступлениям. И они, конечно, взаимодействуют с институтами гражданского общества. Так как у нас это все очень развито, в этой ситуации это работает, конечно, в плюс, потому что нам там отмашку от кого-то не нужно. А правозащитники работают над этим, журналисты работают над этим. И Международный уголовный суд, конечно, сотрудничает со всеми, в первую очередь с государством, и расследует, работает над военными преступлениями. Вы понимаете, когда будет этот трибунал? Михаил, вопрос в том, что я бы здесь не спутал, да, вот все. Международный уголовный суд и трибунал. Да-да, нет, мы знаем, есть на самом деле два процесса. Один это Международный уголовный суд по военным преступлениям. Второй это трибунал через процедуру ООН, который должен будет судить уже Путина непосредственно и его пособников за сам факт агрессии преступной. Но вот я сейчас спрашиваю именно про трибунал по военным преступлениям. У нас есть Международный уголовный суд, который постоянно действует, и нам отдельный трибунал по военным преступлениям не надо. Когда начнутся тогда эти процессы? Я думаю, что в ближайшее время мы должны увидеть выдачу ордеров на арест. Это первый шаг. Вот сегодня они работают над тем, чтобы собрать доказательства, а потом выдача ордера на арест. Просто нужно понимать самое главное, что вот эта планка доказывания, она высокая. И это мы увидели, это не Международный трибунал, но тем не менее мы увидели в деле по сбитию Боинга МХ-17, там где Гиркину дали пожизненно, еще там двум персонажам. И одного из них оправдали. Да, это как раз говорит о справедливости судебного процесса и о том, что важно доказать вину. Как бы мы не понимали того, что явно, наверное, этот человек тоже какое-то там участие явно имел и так имеют и другие лица. Но они прекратили сейчас расследование временно, потому что доказывать нужно с высоким стандартом. Его невозможно достичь без доказательств. Поэтому и работа Международного уголовного суда в Украине, она же направлена на то, чтобы в конечном итоге этот ордер не выдавался по политическим причинам, просто потому что его нужно, чтобы все похлопали вокруг. Нет, он должен быть обоснованный. И мы только за, и мы, я со своей стороны, прилагаю максимум усилий для того, чтобы хотя бы миллиметр туда своего труда вложить, чтобы увидеть этот ордер и увидеть людей на скамье подсудимых. Потому что в ГААГе, в Международном уголовном суде, надо тело, которое будет сидеть на скамье подсудимых. То есть там заочно судить не будут. Там обязательно нужно, чтобы сидел кто-то внутри здания, внутри, и участвовал в судебном процессе. Я считаю, что ордер должен быть, ну, точно в этом году. Ну, конечно. Речь идет об этом году. Важное уточнение про личное присутствие обвиняемых в ГААГе. Юрий Белаус, адвокат, занимающийся сбором доказательств военных преступлений российской армии в Украине, о том, когда и как может ждать возмездие тех военных преступников, которые в том числе и расстреляли безоружного военнопленного. Редактор субтитров А.Семкин